здравствуйте дорогие телезрители и конечно мои подписчики на ютьюбе голова садовая я сегодня в очках и значит будет что-то очень страшное а вот почему страшное да потому что мы будем говорить о химических препаратах борьбы с болезнями на наших растениях когда приходит момент что мы понимая что поленились с самого начала делать профилактику растениям то той же самой молочной сывороткой молоко там с йодом и так далее которое нужно делать практически если уж не каждую неделю то в две недели раз обязательно тогда может быть болезней не будет вы же не пробуйте это вы когда уже видите что все пропадает бежите и начинаете паниковать а что теперь делать сейчас все пропадет да не пропадет есть химические средства защиты и ими пользоваться надо естественно ну когда уже вам деваться некуда но надо как-то определиться что же за препараты выбрать для того чтобы бороться с этими болезнями которые называются пероноспороз фитофтороз страшное название мельдью у винограда тот же самый пероноспороз поэтому вы выбирая среди всего что вам предлагает наша промышленность должны выбрать очень действенный препарат так или иначе это ведь все равно химическое соединение это уже не биопрепарат пачка которую я держу в руках называется бронекс бронекс является защитой от болезней тех которые я назвала это фитофтороз и пероноспороз кто у нас страдает этими болезнями конечно картофель конечно томаты огурцы это лук это все основные ну и виноград конечно это все основные как бы наши плода овощи которые мы употребляем в пищу помните что какой бы ни был злобный препарат через 30 суток он распадется на не ядовитые составляющие так устроена эта химия и ученые которые разрабатывают подобное они тоже об этом думают они ведь и сами это есть будут значит что делает наш замечательный бронекс он защищает и лечит растения значит разглядывая пачки вы всегда должны видеть первое будет стоять культура потом болезни с которыми борется этот препарат потом будет норма применения препарата и дальше идет расход жидкости и срок ожидания в скобках написано срок ожидания кратность обработок вообще должно быть как бы две еще этих столбика где есть и кратность обработок и есть срок ожидания когда препарат полностью распадется здесь написано все толково и все это очень легко читается значит болезни основные как я назвала пероноспороз мельдио и фитофтороз значит на картофеле и томатах это делается не надо ничего в лунку лить не надо ничего опудривать все разводится водой и обрабатывается по зеленой массе но если явно видно на картофеле появились эти рыжие которые пятна сначала маленькие потом расплываются или становится коричневым потом сухим конечно это фитофтора причем все эти болезни появляются естественно когда становится прохладно на улице а в вашей почве почему-то отсутствует калий и фосфор и очень много азота причем кислого тогда эти болезни непременно появятся поэтому обратите внимание кроме бронекса конечно есть масса других препаратов среди представленных да конечно наш любимый максим дачник конечно мы привыкли просто максим максим но в принципе это почти одно и то же купролюкс купра значит купорос а естественно здесь медный купорос а вот глиоклодин здесь он находится в маленьких таблеточек не знаю сколько штук что-то их там очень мало это препараты которые прекрасным образом защищают растения от появления заболеваний самое главное читать на пачке и понимать для чего его придумали инженеры технологи один препарат для обработки луковиц либо клубни перед посадкой так называемое протравливание другой препарат разведен водой и опрыскивается зеленая масса третий препарат подкладываем таблеточку под корень посаженной рассады чтобы избавиться от например фузариоза это надо знать научитесь читать пожалуйста по чужой указке жить легко но ведь не все конечно ошибаются но масса тех кто ну у нас соседка сказала ты вот этим вот сделай содой облей помидоры ну да на завтра вы помидоры потеряете и еще одно из условий обязательно смотрите вот здесь вот в рекомендации всегда написано внизу с чем можно смешивать препараты а с чем нельзя в данном случае бронекс не потерпит щелочной реакции но подкисленная и нейтральная да можно смешивать и вы должны себе это все отложить лучше записать и когда вы ищете препараты для того чтобы помочь своим растениям ну уж цветам то уж гладиолусом там флоксом и так далее это ведь не в еду не пойдет некоторые я уже слышу что вы говорите но ведь земля будет отравленная ну да земля будет немного подтравленная но надо не бухать его в не в соразмерных количествах а помнить что все таки по рекомендации надо делать тогда все распадется и вряд ли ваша земля станет уж вся отравленная поэтому все таки если беда случилась и такая с которой вы справиться не можете обратите внимание на препараты про которые вам говорила здесь есть и хорус это от парши от болезни не только от парши для плодовых культур а у нас яблони в парше хуже чем картошка хом это хлорокис меди которым мы даже торфяные почвы полезно поливать потому что там полное отсутствие меди здесь есть райок для плодовых кстати это очень хороший препарат здесь есть фитоловин от плодовой гнили перцы можно спасать таким препаратом топаз от мучнистой росы здесь есть профит голд престижитатор пожалуйста протравливание картофеля избавит вас естественно и от проволочника и от парши на вашей картошке ну на этом я конечно закончу иначе сюжет никогда не кончится я же сейчас как зацеплюсь так на целый день всего вам доброго и до свидания